Вместе с праздниками закончились и новогодние застолья. Пора приводить себя в форму. За полчаса бега на суше человек сжигает около 300 килокалорий. В бассейне за это время можно избавиться от 400. Главное – темп и техника. Похудеет ли человек, который неторопливо гребет по собачьей и каждый раз останавливается у бортика? Ответа определенно нет. Чтобы был результат, плавание должно быть активное. Заниматься нужно 3-4 раза в неделю и не менее 40 минут. Еще лучше, если тренировка будет интенсивной и разнообразной. Можно попробовать метод интервальных тренировок. Чередуйте разные способы плавания и нагрузку. Например, длина этого бассейна – 50 метров. В высоком темпе плывем туда и обратно без остановок. Затем отдыхаем у бортика не более минуты. Таких может быть 5-7 серий. Другой вариант – 15 минут активной работы. На рывке плывем 30 секунд, затем 15 секунд спокойного плавания. 7-10 серий без остановок. Конечно, можно просто пойти в бассейн и делать там все, что придет в голову. Но лучше все-таки составить план тренировки. Плавайте в удовольствие, не признаете упражнений – совет. Старайтесь проплывать не менее тысячи метров за одну тренировку. И да, новость для тех, кто боится стать обладательницей широкой спины пловца. Чтобы иметь такое, нужно плавать, как Майкл Фелкс с завораживающим бутерфляем, примерно по 5 километров в день. Так что, друзья, раскачаться не получится. Плавание повысит тонус мышц, придаст ему рельеф, поможет сжечь жир, но никак не увеличит мышцы в объеме. Поэтому те, кто пришли, что называется, за мясом, вылезайте из воды и вперед в тренажерный зал. Все остальные – добро пожаловать в бассейн! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова